Здравствуйте! Приветствую вас на канале Евгена Роста и специально для ВЭК мы продолжаем изучать Fusion 360. В этот раз мы рассмотрим с вами некоторые способы создания дисплеев. Я уже подготовил вот такую модель некоторого компьютера, условно назовем это так. И посмотрим два подхода по созданию дисплеев. Можно вставить картинку с помощью инструмента Decal, либо можно использовать специальную светящуюся текстурку. Визуально, например, здесь это все практически неотличимо, но, например, когда мы хотим сделать какой-то рендер, я перейду в вкладку Send Settings и поменяю настройки внешнего освещения. Я уберу его на 0 и сделаю background цвет фона черного цвета. Мы видим, что дисплей данный, он у нас светится, то есть в абсолютной темноте он у нас как бы сияет. Потом вот эти подложки снизу сделаны, тоже светятся. Поворачиваем и видим, что вот наш дисплей светится. А клавиатура, которая вставлена с помощью Decal, она у нас не подсвечивается. Давайте добавим немножко яркости и продемонстрируем, что вот данная клавиатура нанесена с помощью Decal. Также здесь точно такой же дисплей, который вы увидели, который светился в темноте. И когда я вращал модельку, вот этот дисплей, он тоже вставлен с помощью Decal. И он не светился. Давайте перейдем во вкладку Appearance. И вот здесь в папочке Other, Emissive, есть различные светящиеся материалы. Вот я уже подготовил здесь такие вот буковки, которые нанесены просто с помощью обычного инструмента текст. Вот из вкладки модель, скетч, так вот текст можно нанести. Ну и потом, например, это выдавить все с помощью Extrude. Либо с помощью Extrude, но в пространстве рабочем уже патч. И получить вот такие вот фейсы поверхности. Но я перейду обратно в рендер. И, например, возьму какой-нибудь... Здесь поставлю фейс обязательно. И выберу какой-нибудь такой вот материал. И... Подчередно, вот так вот, либо через... Ctrl я выберу эти поверхности и перетащу сюда данный материал. Теперь же я обратно, например, уберу светимость на ноль. И видим, что даже без рендера данные, скажем так, можно сказать, это в некотором смысле дисплей, он у нас в темноте светится. Давайте я немножко добавлю яркости. Выйду отсюда. Давайте рассмотрим с вами второй способ. Я отключу сейчас все вот эти вот картинки, которые мы сюда поставили. Я перейду во вкладку Appearance. И давайте я для начала скрою какие-нибудь стил стали. Скрою также вот эту поверхность монитора нашего. И все точно так же в папке Ada, Emissive. Здесь, если листать вниз, можно найти такие вот интересные материалы, которые называются Display, Display. Соответственно, мы один из них, например, вот... Display OLED, ну, вот такой вот, Display LCD. Мы, например, можем притащить сюда вот наши материалы. Двойным кликом мы можем открыть вот такое вот окошко настроек. Перейдем в Advanced. И вот здесь вот... Ну, давайте сначала посмотрим, что будет, если просто применить все к нашему фейсу. Ну, пока что ничего не произошло. Почему? А потому что у нас здесь, скорее всего, светимость на нуле была. Да. Вот так вот уберем. То есть вот какой-то вот такой вот дисплей у нас может получиться. Вот он светится в темноте. Но мы, в принципе, видим, что давайте здесь у нас размножился. Перейдем опять-таки во вкладку Edit, Advanced. Если мы кликнем, вот, собственно, светимость дает вот это вот поле, которое, Emissivity и светимость. Снимем галочку. Видим, что дисплей отключается. Включаем и видим, что данная картинка, она здесь освещается. А если мы кликнем сюда, то мы перейдем в меню выбора картинок. Ну, не в меню, в диалоговое меню. А если мы кликнем по вот этой превьюшке Image, то мы перейдем к настройкам самого изображения. То есть мы уберем здесь в Repeat, поставим None, None, то мы увидим, что наш дисплей, он перестал копироваться. То есть вот имеется вот один такой некоторый размер. Соответственно, вот здесь в Position, в Offset, мы можем задавать некоторые смещения. Например, здесь пусть будет, например, минус 100 по x. Вот мы видим, немножко сместилось. И также, например, минус 200, например. Нет, не 2000, минус 200 по y. И видим, что вот это вот все сместилось сюда. Потом, значит, значки такой цепи, они означают сохранение пропорции. То есть, например, можем снять цепочку, задать... Ну, давайте поставлю цепочку и покажу, что если здесь сейчас введу значение 400, то автоматически по двум направлениям наша картинка масштабируется. Если мы снимаем эту цепочку и выводим, например, здесь 500, то мы видим, что в одном из направлений, в данном случае по ширине, меняется размерность, а по y она сохраняется. Соответственно, мы можем включить цепочку и, например, теперь уменьшить, например, сделаем это до 400. И мы видим, что сохраняется пропорция и она уменьшается или увеличивается. Поэтому это очень удобно, например, когда вы знаете размер вашего дисплея, который вы хотите сюда вставить. Вы готовите где-то в сторонних программах, либо находите картинку, либо обрезаете ее с этими размерами, а потом вставляете ее сюда показанным способом, фиксируете ее пропорции и далее уже с помощью позиционирования, offset смещения, вы можете эту картинку вот так вот опускать или сдвигать в разных направлениях. Но пока что более удобного способа расположения я тут не обнаружил. Если вы его найдете, то подскажите обязательно. Но я же хочу продемонстрировать тот способ, который был показан мной в самом начале. Поэтому я установлю рендер на секундочку. Перейду вот в эту менюшку, нажимаю Edit, Advanced. И вот здесь я выберу картинку, которую я подготовил заранее. Вот такой вот. А, вот мы видим, опять-таки она размножилась у нас. Соответственно, я говорю нет, нет, не копировать. Она у меня стала таким вот одним размером. Потом я приблизительно понимаю, что у нее масштаб, ну где-то 500 на 500 мне необходим. Так, два лишних значения. Вот так. Но у меня оно где-то там вверху, поэтому некоторым экспериментальным способом я определил, что по x мне нужно минус 220 сместить, а по y минус 200. Ну, оно расположилось как-то вот так вот. Ну, и меня это, в принципе, устраивает. Нажмем здесь Done. Apply. Запустим рендер, посмотрим, есть ли свечение. Да, свечение есть. Перейду обратно в Appearance. Найду тот дисплей, который я сейчас материал редактировал. И вот здесь я с помощью ползуночка Lumens, например, можно менять яркость работы данного дисплея. Вот я немножко его уменьшил, и картинка стала более четкая. Нажмем Done. Остановлю рендер. Добавлю немножко светимости. Закрою. Теперь есть вот такая поверхность, на которой находится клавиатура. Отключу вот это. Точно так же я могу вызвать, например, инструмент отсюда. Ну, либо уже дублировать, например, тот инструмент, который был создан ранее, например, тот же самый Display LCD. Я могу его нажать правой клавишей, Duplicate. Два клика левой клавиши мыши. И нажать, например, здесь ввести название. Введу это как клавиатура 2. И перейду в настройки расширенной Advanced. Нажму здесь клавишу. И сразу перейду, кликну по картинке. И перейду в выбор картинки. Я уже заранее подготовил, немножечко подрезал. Вот такую картинку. И мне нужно задать ее размеры. В принципе, эти размеры, опять-таки, мы подбираем под наше пространство, которое мы хотим заполнить данным дисплеем. Я же снял здесь цепочку. И я уже измерил. У меня здесь должно быть 760 мм на 290 где-то. На 290 мм. Хорошо. И со смещением соответствующим. Так, здесь у меня должно быть минус 380. И вот здесь у меня должно быть минус 145. Нажму Enter. Нажму Done. Apply. И теперь перейду здесь на Face. И попробую вот так вот перетащить все это сюда. Ну да, вот так вот это как-то у меня все получилось. Также можно менять яркость. Ну вот так, здесь будет 500 лимон. Давайте запустим рендер и посмотрим, что у нас с вами получилось. Все внешнее освещение я уберу до нуля. И нажму Close. Давайте подождем. Ну вот прошло буквально 20 секунд. И мы уже видим с вами вот такой вот неплохой результат. У нас в абсолютно темном помещении. Освещается дисплей. И освещается наша клавиатура. Давайте остановим рендер. Добавим внешнее освещение. И немножко поиграем еще с текстурой к нашей клавиатуре. Перейдем обратно во вкладку Appearance. И найдем нашу клавиатуру. Клавиатура 2. Перейду в настройки. Advanced. И также вот здесь вот у нас активировано с вами такое поле, как Emissivity и светимость. Давайте активируем еще Relief Pattern. Ну, в сквачках написано Bump. То есть это некоторая рельефность. И в качестве изображения давайте выберем то же самое изображение, которое мы выбирали с вами до этого. И также перейдем к его настройке. И давайте повторим все те настройки, которые были у нас введены ранее для, скажем так, светимости данного материала. Теперь перейдем к его рельефности. Также уберу здесь цепочку здесь и быстренько введу здесь размеры указанные. Ранее это 760 мм на 290 мм. Дипс это будет глубина выдавливания. То есть, ну, давайте я задам здесь, например, около 5 мм. Нажму Enter. Хорошо. И также зададим наше смещение. Минус 380 мм. И минус 145 мм. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Нажмем Done, Apply и ОК. А, вот мы наблюдаем некоторое такое... Сейчас поймать надо отражение. Некоторое такое вдавливание и объемность наших фигур появилось. Давайте перейду обратно в Edit. И задам здесь размер глубины побольше. Давайте перейду в Height Map. И задам, например, 12 мм. Apply. И мы с вами видим, что здесь вот появились такие вот прям как будто бы вдавливания. Нажимаем Cancel, закрою все. И в целом на некотором удалении это добавляет нашей клавиатуре такой вот объемности. Вот мы с вами видим. Такие блики появились некоторые. Вот, передо обратно выйдет. И просто сниму эту галочку и поставлю, чтобы вот можно было визуально определить, что происходит с нашей клавиатурой. Давайте активируем. И проведем рендер. Ну вот прошло порядка 30 секунд и мы наблюдаем с вами вот такой вот результат. У нас сохранена некоторая такая объемность нашей клавиатуры. Но на самом деле ее здесь нет. Это просто... Так отражается свет. Вот такой вот не хитрый способ я предлагаю вам для создания светящихся в темноте дисплеев. Я же желаю вам творческих успехов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok